Ваши собаки загадили все на свете, так говорят многие люди. Ну и давайте пройдемся по одной из улочек Краснодара. Идем мы в 9 утра. Дворники работают гораздо раньше, и они убирают все улочки, даже частного сектора, сама лично видела. Как видим, мусора очень много, именно от человека. Вы видите здесь хоть одну жизнедеятельность собаки? Я нет. Хотя уверяю, они там есть. Но только одно «но» – собачьи фекалии перерабатываются земелькой, и растет на ней травка. А вот жизнедеятельность человека никак не перерабатывается. И, допустим, дворники, если убирают бумажки, полиэтиленовые пакеты, всякую такую дребедень, то зачастую я смотрю, что стекла разбитые не убираются, и они так и остаются лежать в траве. И вы хотите сказать, что собака наносит гораздо больше вреда, чем люди, которые бьют стекла? Очень удивительно. Я бы с вами очень сильно поспорила. Ну и еще хочется сказать, что ответственные владельцы собак все-таки за собаками убирают. Но вот в такой зоне, где, как говорится, засрана людьми, то, извините, мне и за собакой тоже не очень хочется убирать там, чтобы не напороться на стекла или еще какие-то вещества не очень хорошие, которые там бывают, кстати. А насчет газончиков, опять же, если это газончики, ну вот посаженные какие-то насаждения красивые, то чаще всего собак там как раз-таки никто и не пытается выгуливать. А если уж так получилось, что собачка там что-то сделала, то убирают. Поэтому, мои дорогие люди, прежде всего следите за собой, а не будьте свиньями. Всем благ и добра, мои дорогие. До новых встреч!